здравствуйте мои дорогие афонтовцы и конечно мои дорогие ютюбовцы вы все уже стали головами садовыми и надеюсь что вот вот этот сюжет про удивительнейшее растение вам очень понравится и вы все обязательно его купите обязательно посадите речь пойдет о лиатрисе удивительнейшее растение а знаете почему я вы решила посадить вот вы век не догадаетесь вот когда в доме появился мех тогда у хозяйки появилась головная боль почему да потому что появилась не только боль а вместе с ней появилась моль которая сжирает всю шерсть весь мех все махеровые шарфы 20 лет назад купленные шубы любые носки и так далее вы представляете и она какая-то мой которые просто невыводимая я и насыпала шариков каких-то таблеток каких-то висюлек бесполезно и очень недавно я прочитала что лучшее средство от моли это засушенный цветок лиатриса вот этого растения я долго боролась со своим нежеланием его посадить а потом когда разглядела растение поняла что он красавец конечно не обязательно же все обрезать чтобы моль удавить там отравить ее но хочу остановиться на самих луковичках до хотела добавить что в природе существует несколько расцветок вот это скорее сиреневый есть розовый есть белый есть низкорослый есть высокорослый но меня устроит вот флористан какой-то там white и флористан violet то есть фиолетовый как я понимаю значит сейчас все разлетится потому что ветер и посмотрите как хороши вот эти они не луковицы они знаете похоже на клубеньки бегони здесь сразу несколько отростков значит из одной вот этого хотел сказать луковицы нет картошечки вырастет несколько стволов и все они способны цвести но главное не засушите смотрите лохматость какая это корни вот сейчас они лежат на солнышке и ветру но не засушите их это очень важно их нужно немедленно высадить потому что корни основные еще не пошли но зато верхняя часть почки все проснулись пришла пора высадить глубина посадки всегда на 3-4 луковицы то есть вот раз луковица расстояние раз два три достаточно больше глубину нельзя иначе они там погибнут просто здесь значит белый и вот этот вот сиренево-фиолетовый когда это растение поднимет цветоносы и начнет цвести когда вот это вот свеча полностью вот полностью раскроется срежьте их и насушите и отправляйте в шкафы в бельевые в комоды в шкафы где есть мех естественно шерсть естественно и вот как утверждают в рекомендациях моль никогда не заберется в ваш дом ну сюжет короткий мы с вами их посадим но не в этот раз потому что как бы их надо еще немножко подмочить в каких-нибудь стимуляторах роста я воспользуюсь либо эпином либо цирконом для того чтобы они выпустили сразу ну хорошее количество корней я надеюсь что вы меня услышали всего вам доброго до свидания чтобы моли никогда и ни у кого